Самое опасное в онкологическом заболевании не токсичность самих клеток и не склонность к росту и метастазированию, а способность некоторых онкоклеток к резистентности к получаемым лекарственным препаратам. То есть рак умеет приспосабливаться и вырабатывать устойчивость к химиотерапии. Даже самые новые эффективные лекарства, способные убивать раковые клетки на молекулярном уровне, бывают бессильными перед некоторыми видами рака. Причинами появления такого заболевания назывались мутации на кенном уровне или внешние факторы и психологическое состояние, наследственность. Если говорить о генетике, то ученые представляют себе это примерно таким образом. В некогда здоровой клетке накапливаются определенные мутации. Большая часть поврежденных клеток иммунной системы уничтожаются. Но если какая-то клетка с мутацией выжила, то она начинает активно делиться, порождая целую группу клеток с одинаковой наследственностью и возникает онкология. Лекарственные препараты способны убить целую группу раковых клеток. Но чаще всего даже нескольким выжившим клеткам достаточно, чтобы болезнь вновь дала о себе знать. Это похоже на простую аналогию с бабушкиным курятником. Птицы иногда сбегались к курятникам и начинали уничтожать посаженные трудолюбивой рукой грядки. Если подкуп найден, то дыра заделывается и питомцы вновь оказываются в заперти и обезврежены. Но вдруг какая-то несушка спряталась от зорких хозяйских глаз. Тогда она продолжит свою разрушительную деятельность. Лекарства против рака направлены именно на отлов всех людоносных клеток без исключения. Но хитрые клетки постоянно ищут новые способы побега и иногда их находят. Медики постоянно ищут новые эффективные методы борьбы с вредителями. Методы, которые действуют наверняка, со стопроцентной защитой от рецидивов. Иногда эти методы кажутся совершенно мифическими, но ведь некоторые из них срабатывают. Американские ученые пристально изучают действия яда желтого скорпиона на онкоклетке. В одиночку вырабатываемое этими насекомыми вещество не способно бороться с опухольми мозга, но в сочетании с радиоактивными изотопами может получиться убийственный для рака коктейль, который будет попадать прямо в опухоль, не задевая здоровые клетки. Почему именно яд скорпиона? В яде этого паукообразного содержится специфический белок, который может связываться с клетками глиомы. И если этот белок будет радиоактивен, то принесет раковой клетке разрушительный подарок. Для испытаний был синтезирован аналог яда желтого скорпиона, к которому присоединили изотопы йода, самое популярное вещество в противораковой терапии. Этот тандем показал отличный результат. Попадая точно в пораженную клетку и прочно к ней прикрепляясь, белок заражает он как клетку радиацией, и она погибает. Это вещество получило рабочее название ТМ-601. Сама процедура несложная и может проводиться в амбулаторных условиях. Организму не вредит, так как доза радиации маленькая и направлена исключительно на определенную цель. На данный момент испытания нового препарата продолжаются, но первые результаты уже радуют. Опухоли под действием ТМ-601 уменьшаются и приостанавливают рост. Будем надеяться, что желтые скорпионы помогут человечеству справиться с одной из самых страшных видов опухолей.